Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» служба новостей. В студии Олеся Хитагурова. Сегодня в выпуске. Вывоз и утилизация мусора. С 1 января 2019 года магаданцы будут получать на одну квитанцию больше. Борьба с браконьерством. В областном центре уничтожили более 13 тонн незаконно добытой икры. 10 миллионов рублей перевели колымчане интернет-мошенникам в 2018 году. Магаданские полицейские возбудили 250 уголовных дел. На одну квитанцию больше будут получать магаданцы с 1 января 2019 года. В ней обозначат сумму, которую необходимо заплатить за вывоз и утилизацию коммунальных отходов. Средства за обращение с мусором будут отчисляться полигону «Магаданский». Кому достанется оплата за транспортировку, пока неизвестно. Конкурс на определение перевозчика проведут в ближайшее время. У нас логистика такая. Мы несем мешок с мусором на контейнерную площадку. За эту контейнерную площадку отвечает управляющая компания, чтобы все было сложено, чтобы она фактически была. И далее цепочка пошла транспортировки на полигон. Вот эта услуга, которая оказывается транспортной организацией и утилизация на полигоне, это будет подсчитано в отдельной квитанции. Я давно, честно говоря, ждал этого решения, потому что, скорее всего, снимется та многолетняя проблема, которая насуществовала с частным сектором, который не заключал договоры, который не приносил домовые книги для того, чтобы определить объемы проживающих людей в частном секторе. Я думаю, что с этим будет покончено. Те, кто не будет платить, это уже будет взаимоотношение регионального оператора через суды с теми людьми, кто не оплачивает за утилизацию производимого накапливаемого мусора. Есть заужения, в полный профиль улицы еще не почищены, видны проблемы с выходом на пешеходные переходы. Так прокомментировал городоначальник ситуацию с расчисткой дорог областного центра. Как рассказал Юрий Гришан, проблема состоит в том, что Гылут работает по ночам, накатывает снежный вал, а Казыха не успевает груды снега оперативно убирать. В городе около 300 остановочных пунктов, мгновенно их расчистить очень сложно. Проблемы есть также и во дворах. Стандарт содержания этих территорий не допускает наличия колеи выше 5 сантиметров. Управляющим компаниям Рео-3 и Рео-6 даны указания нанять технику и срезать накаты. Уборка областного центра находится под непрерывным контролем муниципальных властей. Более 13 тонн браконьерской икры уничтожили в Магадане. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Магаданской области. Ведомство получило запрос в сентябре этого года от пограничного управления ФСБ России об осмотре изъятой у рыбаков-нарушителей соленой лососевой икры. Всего у них было обнаружено около 500 контейнеров зернистой продукции. На ящиках не было маркировки и никаких ветеринарно-сопроводительных документов, а также бумаг, подтверждающих качество. Следовательно, икра небезопасна для употребления в пищу. Поэтому было решено уничтожить изъятые контейнеры. Всю партию утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов в Магадане. 250 уголовных дел возбудили на Колыме в 2018 году по фактам дистанционного мошенничества. Об этом говорили на ежегодном брифинге в управлении Министерства внутренних дел по Магаданской области. Новогодние праздники – лучшее время для мошенников. По словам полицейских, именно в конце декабря шансы стать жертвой преступников увеличиваются в разы. В этом году колымчане перевели на их счета в общей сложности около 10 миллионов рублей. Так, у жителя Сусумана списали больше миллиона после того, как мужчина согласился сделать ставку в фиктивной букмекерской фирме. А Магаданка лишилась 15 тысяч, пытаясь продать бытовую технику. Причем год за годом злоумышленники изобретают новые технологии обмана, и их все сложнее вычислять. По словам правоохранителей, для того, чтобы не стать жертвами мошенников, нужно соблюдать несколько простых правил. Ни под каким предлогом не сообщайте третьим лицам данные своих банковских карт, а также СМС-коды, приходящие на ваш номер. Если собеседник представляется сотрудником банка и пытается завладеть какую-либо конфиденциальной информацией о вашем счете, значит, вам звонит мошенник. У сотрудников есть вся необходимая информация. Уже с первых секунд телефонного разговора с неизвестным абонентом насторожить должны слова «быстро», «срочно», «скорее» или «прямо сейчас». Вас будут пытаться любыми способами вывести из привычного эмоционального состояния. Мошенники могут представляться кем угодно, а их версии казаться весьма правдоподобными и убедительными. Вместе с правоохранительными органами россиян стараются защитить банки. Второй год работает Центр кибербезопасности, благодаря которому удалось сберечь в кошельках жителей страны более 32 миллиардов рублей. Система фронт-мониторинга анализирует более 150 миллионов операций в сутки и блокирует все подозрительные транзакции. Ежедневно отрабатывается более 3 миллиардов событий. При этом несколько тысяч из них связаны с средоносным программным обеспечением. Участники встречи в очередной раз напомнили, что избежать подобных ситуаций можно, если быть бдительным и не поддаваться эмоциональным нападкам мошенников, а все личные данные хранить в недоступном для чужаков месте и никому из посторонних о них не рассказывать. Олеся Хитагурова, Михаил Стройкин. Специально для Службы новостей. 3 декабря Магаданская область отметила юбилей. Праздник, посвященный 65-летию Колымы, прошел в музыкальном и драматическом театре. Мне за последнее время удалось, или пришлось, очень много общаться с руководителями страны. С президентом, с премьером, со всеми вице-премьерами, со всеми министрами. Все с большим уважением говорят о этом крае, о людях, которые здесь живут и работают. Все восхищаются красотой этого края. И все понимают, что необходимо для этих людей, для этой земли сделать больше. Она этого заслужила. Поэтому я хочу вас поздравить с праздником, с юбилеем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. 6 декабря в Магадане снег. Температура днем минус 5 градусов, ночью до минус 9. Ветер от 13 до 29 метров в секунду. Информация про левых и отливы. Полная вода в 8 часов 33 минуты и 21 час 24 минуты. Малая вода в 2 часа 27 минут и в 14 часов 50 минут. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Все, что нужно для праздничного настроения, вы найдете в гипермаркете «Лето». Счастливого Нового года и Рождества!